Всем привет! Сегодня мы узнаем что такое теорема синусов и почему она работает. Нарисуем треугольник, в котором обозначим большими буквами вершины. Напротив каждой вершины обозначим маленькой буквой сторону. Для углов будем использовать соответствующие буквы греческого алфавита. Теорема синусов говорит о том, что соотношение стороны на синус угла напротив будет неизменным. Сконцентрируемся только на одном равенстве. Все остальные доказываются аналогично. Заметим, что 2r это диаметр описанного круга. Синус это отношение противоположного катета к гипотенузе в прямоугольном треугольнике. Попробуем определить это капельку точнее. Нарисуем прямоугольный треугольник. Напротив каждой из вершин обозначим маленькой буквой в сторону соответствующей латинской буквой. Прямой угол принято называть большой буквой С, а гипотенузу маленькой. Чтобы не путаться обозначим единственный угол бета, синусом которого будет противоположный катет деленный на гипотенузу. Как вывод получим, что гипотенуза это катет деленный на синус противоположного угла. Заметим, что подобное равенство мы уже получали и приступим к следующему шагу доказательства. Нарисуем отрезок AB, обозначим центр и через эту точку проведем линию под 90 градусов. У нее есть название срединый перпендикуляр. Эта точка также является центром круга, который проходит через AB. На срединном перпендикуляре находятся все возможные точки, которые являются центром круга, который проходит через AB. Это работает, потому что AB вместе с точкой на срединном перпендикуляре образует равнобедренный треугольник, бедра которого являются радиусом круга. Заметим, что для точек вне срединного перпендикуляра у нас не получится провести круги, которые будут проходить одновременно через A и B. Приступим непосредственно к доказательству. Проведем срединные перпендикуляры для двух сторон. Очень важно здесь остановить видео и понять, почему их пересечение это центр круга, который описывает ABC. От точки пересечения проведем отрезки к вершинам треугольника. Они все равны по свойствам срединного перпендикуляра. Получается, что мы заодно доказали, что три срединных перпендикуляра пересекаются в одной точке. Но мы продолжаем доказывать теорему синусов. Оставим только самое важное на рисунке. Нарисуем вспомогательный треугольник, одна из сторон которого будет являться диаметром нашего круга. Этот треугольник прямоугольный, так как одна из его сторон это диаметр круга. Угол бета опирается на дугу стороны B, и если присмотреться, есть еще один угол, который смотрит на нее. Так как вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, обозначим его бета. В полученном треугольнике не составит труда найти синус бета и как следствие записать, чему равняется диаметр. Нарисовав прямоугольный треугольник через другую сторону, мы увидим подобную картину, но в ней 2R будет равняться другой стороне на противоположный угол. Так как есть три стороны и три угла, можно создать три прямоугольных треугольника, в каждом из которых можно найти диаметр. Приравняв все три равенства между собой, мы получим нашу теорему синусов. Если понравилось, не забывайте поддерживать лайками и рассказывать друзьям о канале. Чтобы не пропускать подобные видео, подписывайся с колокольчиком. Пишем комментарии, если что-то непонятно. Спасибо за просмотр!